Добрый день, уважаемые читатели и зрители газеты «Город Никополь». Довольно часто, особенно в последнее время, задаю себе вопрос, почему москали называют себя русскими. Полного ответа для себя я так и не нашел. Задавал этот вопрос и россиянам. Отвечали тоже расплывчато, в основном говорили, что Киевская Русь входила в состав Российской империи, или в СССР, или другой бред, кому как удобнее. Но в основном привязывали слово «русский» именно к Киевской Руси. Но тогда другой вопрос. Почему же в Киеве, где Русь, украинцы, а русские в Москве? Тут полный ступор. Лично для меня этот вопрос пока так и остался открытым. Но вот предлагаю к просмотру и обсуждению версию Андрея Полтавы, по мне как минимум заслуживающую внимания. С его разрешения, видеозапись беседы с москалем на эту тему. И не только. Рекомендую досмотреть до конца. Откуда ты сам? Из Украины. Я вижу, да, с Дуко. Город Полтава. С Полтавы? Да. Я с России, с Екатеринбурга. Слушай, как раз по Екатеринбургу. Я как-то одного блогера смотрел там у вас. Как-то его... Он какой-то то ли фермер там. Он, правда, закрыл уже свой канал. Где-то под Екатеринбургом у него. Блин, сейчас не вспомню, как зовут. Он говорил, что вы там называете свой город Грязьбург. Как еще раз? Грязьбург. А, ну это, слушай, это был такой прикол. Это весной, когда потекло все говно, вместе со снегом сошел асфальт. И поэтому вот такое поступило предложение наш город назвать Грязьбург. Так а как это с асфальт? Ну ладно у нас там по нищете строят как могут, но у вас же там должны нормально строить. У нас по нищете строят, а у нас по наебалову строят. Чем больше спиздят чиновники, тем лучше. Я понял, молодцы чиновники. Да, поэтому, да, был такой прикол, да, Грязьбург, прикол такой был. Там еще этого блогера, его щемили, что-то он там был, поссорился с городской властью из-за того, что ему там не давали ни грантов, ничего. Он там их все время там в коррупции уличал. В конце концов его додушили, он свой канал удалил. Как-то его, блин, я забыл, ну такой здоровенный дядька. Я не помню, как, не смотрел ни разу его. Называлось... Поговорил, проверять сборки, я слышал. Называлось «Как стать фермером». Как стать фермером. Нет, нет. Не смотрел? Ну, ладно. Нет, сейчас не вспомнил. Ну, а у вас что, тоже с дорогами херово, да? Нет, ну сейчас начали делать, сейчас более-менее нормально. Сейчас в городе поремонтировали, потому что тоже после весны были там ямищи. И сейчас... Ну, трассы вообще стали делать хорошо. У нас тут Киев-Харьков хорошо сделали трассу. Такая там... Две туда полосы, две обратно. Причем строили турки, по-моему, их приглашали. То там вообще... Они не так, как наши ямочные ремонты. Они так снимали два метра земли. И заново полностью все засыпали, утрамбовали. Ну, а сейчас доделывают. Короче, ну, да, нормально. Блядь, вот... Вот своих нету, как будто, да? Вот, блядь, самолеты учились делать, а дороги, блядь, не умеют. Не, ну ты ж правильно говоришь. Коррупция, она же у нас и у вас одинаковая. То есть, если наших нанять, наши больше спиздят, чем настроят. Поэтому тогда был вариант нанять турков. Но что-то турки строили-строили, и до конца они не достроили. Что-то они там то ли обиделись, то ли фиг его знает. Ну, факт остается фактом. Турки, короче, сейчас уже наши, так понимаю, достраивают. Ну, это нормальная практика. У нас также приглашают кого-то, кто знает откуда. Потом отшвыряют их. Они везде уезжают, а потом за копейки делают наши уже. Это нормально. У нас так же строят все. Так а кто виноват в этом? Бояре опять или царь? Так, ну, бояре, да, князья. Я понял, местного разлива бояре. Да, да, да. Ну, фиг его знаю. Сидишь, нет? А? На стриме сидишь, наверное, нет? Нет, онлайн-стрима нету. А, ну, понятно. Ну, как там вообще, как же, что там вообще происходит? Да ничего. Живем, работаем. На Донбассе мочим русню. Все нормально. К русским хуеву относятся, да? А что, к ним хорошо относиться? Кто к ним хорошо относится, скажи? Грузины? Молдаване? Кто? У кого они еще землю не отжали? Сейчас он Белоруссию оккупирует. Еще Белорусы будут хорошо относиться. То есть ты вот такой вот русофоб? Не, понимаешь, вот это неправильное слово русофоб. Русофоб – это когда ты русских боишься. А я их, ну как, они мне вызывают чувство брезгливости. Не любишь, да, так к ним относишься, так с пренебрежением? Так я тебе говорю, ты мне скажи, кто любит их? Ну, вот хоть один народ мне назови, даже можно в России. Даже в России, вот, те народы, которые живут. Скажи, кто хорошо относится к русским? Кто любит их? Ну, слушай, я сейчас могу сказать, потому что я сам русский там во всех поколениях, да? Такого не бывает. Я понимаю, к чему вопрос. Такого не бывает, чтобы русский был во всех поколениях. Я уверен, что у тебя там в крови и украинцы есть, и кто угодно. Нет, там понятно, что начиная с пятого колена там намешано хуй знает что, там и под монголами, и под татарами 300 лет, да? Что там всяких хватает. Ну, в общем и целом, мой дед русский, да, мой отец, мать русские. То есть я себя поэтому причисляю к русским, чисто русским. Слушай, тогда вот тебе, как чисто русскому, сразу вопрос такой. Вот почему, почему в России, в Российской Федерации и в СССР в том числе, ни разу не было русской республики? То есть есть там чеченская, там башкирская какая-то, даже еврейский автономный округ есть. А вот чтобы называлось, что русская республика, нет. Почему так? Мне, мне кажется, вот мое, значит, не навязываю ни в коем случае, потому что всегда в, скажу так, в окружении, в русском окружении, да, в Советском Союзе, там, в сфере влияния русской нации, русские себя считали настолько доминирующими, что нечем себя отдельно выделять. Мне так кажется. Настолько доминирующими, что даже своего дома не было. А, нет, не так. Настолько доминирующими, что все, что они доминировали, считали своим домом. Ну, это, это, знаю, это бомжи, без определенного места жительства, называется, утрировано. Ну, просто смотри, даже взять СССР... Вот, подожди, даже взять СССР, даже там была Украинская Советская Социалистическая Республика, там, там, Молдавская, там, Грузинская, не знаю, и была Российская, не русская, а Российская Советская Федеративная, да, как она там правильно, Республика, РСФСР. Социалистическая, да, извини, пропустил. То есть, даже, ну, русская, это, ну, мне вообще кажется, что русский, это как россиянин. То есть, это прилагательное, ну, такое, ну, даже россиянине не прилагательное. Ну, это, как бы, видишь, русский, русский, это уже попахивает нацизмом, а россиянин, это географическая принадлежность. Так и русский, это, получается, географическая принадлежность. Если ты говоришь, что вот везде, где захватывали и считали, что это свое, то есть, вот, все, что захвачено, вот это вот все русских, это русское, и русский этим владеет, как бы. Но, то есть, это просто, если не будет вот этой территории, то и русских не будет. Ну это сложный на самом деле вопрос, потому что вот ты сам откуда, а ты сказал, да, потому что, например, Киевская Русь была на Украине, Киевская Русь, это что, это же русские тогда получается, ничего подобного, смотри, я тебе объясню, в чем разница, смотри, Русь это, допустим, русы, или рус, рус это человек, а русские это те, кто рус, русу принадлежат, то есть это, возможно, русские это, смотри, русские, не, ну послушай, я просто скажу мысль, а ты скажешь, не, не, смотри, даже вот ты сейчас откроешь Википедию, и ты там прочитаешь, что написано, что русские это прилагательное, которое стало существительным, и в чем суть, я так понимаю, что была, ну дай договорю, была Киевская Русь, были какие-то, ну назовем, русы, как хочешь назови, и вот русы, когда пошли на север из своих плодородных земель, и начали там завоевывать Мокша, Эрзя, Чудь, Мудь, вот эти все племена, то они приходили и говорят, вот это все наше, вот эти племена, это русские племена, и, то есть, ты, по сути, ты потомок тех завоеванных племен, потому что ваш родной язык, вот даже вы, разговаривайте, русский язык, он для вас не родной, поскольку, вот слово Москва, да, вы все произносите на манер Москва, Москва, а пишется через Москва, через О-буку, и так молоко, говорите молоко, то есть, ну видно, что как бы даже язык не, ну как бы не понятно, ну это мое мнение, опять же, опровергни, если я не прав. Ну пусть так, ну хорошо, и что? Не, ничего. Ну это все просто идет к тому, что как бы получается вот этот народ, и этот, ну язык, не знаю, но язык тоже говорят староболгарский, на нем церковники писали, это была написана Библия, на которой вот этим диким племенам преподавали священники, и, то есть, по сути, это староболгарский, русский, это стало староболгарский, то есть, по сути, русский, русский, русский как национальность, и русский как язык, искусственного происхождения получается, понимаешь, то есть, это вот, как сейчас... Ну хорошо, ну а украинцы, это кто? Ну смотри, украинцы, смотри, украинцы, хотя бы и Украина упоминаются и в Ипатевской летописи, и на карте... Такая страна Украина, она вообще когда появилась? Как минимум, есть карта Гийома Баплана, Гийома де Баплана, 1648 года, где, ты удивишься, есть... Ну ладно, хорош, да какие 1600? Что ты говоришь? Ну пожалуйста, забей сейчас в интернете, чтобы ты не думал, что я вру, и посмотри, ну серьезно, две минуты у тебя займет буквально, просто веди карта Баплана. Ну серьезно, если ты думаешь, это французский картограф, смотри, французский картограф, его наняло эти, то ли шведы, в общем, когда они собирались делить вот эту территорию всю, они наняли его, сделать карту Украины, она так и называется, правда там написано ВКРАИНА, и написано там, ну на латыни... Ну там, да, ну сидели, сидели мужики, вот это с краю, блядь, вот с краю, так и напиши там, с краю, блядь. Нет, дело в том, что вы неправильно понимаете слово КРАИНА, дело в том, что КРАИНА, это в переводе, это страна, поэтому есть сербская КРАИНА, сербы там дежурят, есть украинская КРАИНА, поэтому, ну, то есть, вы неправильно, я понимаю, что в вашем искусственном языке, возможно, оно уже вошло как ОКРАИНА, но даже логично, логика, вот географически чисто, подумай, как может быть Киевская Русь сама себе ОКРАИНА, подумай. Попусти, повтори, пожалуйста, пропала связь что-то. Как Киевская Русь сама может быть себе ОКРАИНА? Не знаю, я не готов ответить на этот вопрос. Ну, то есть, ты подумай, то есть, если ты, ну, мы с тобой, ну, Киев, и вокруг него Русь, и потом она... Потому что Киевская Русь. Это, 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 это Киевская Русь, это Русь изначально. Не, это главное Киевская. А Украина такое государство? Появилось в 19-го... Я же тебе говорю, открой, пожалуйста, карту и посмотри. Ну, просто ты черпаешь из телевизора, я черпаю из научных источников. Просто открой карту, Гиом Дебоплан. Ну, какой, ты где, что ли, научный источник? Что-что? Ну, кто, научный источник Википедия, что ли, научный источник? Да, ну, не только, я просто... Ну, какой для научный источник? Просто обычно вы ссылаетесь на Википедию, тебе предлагаю посмотреть. Если нет, то эта карта, она размером 4 на 6 метров, она выткана на ткани, и она хранится сейчас в музее. Реально, она есть вживую. Ее можно прямо взять и посмотреть. И на ней написано Украина, там есть Полтава даже мой город. Есть, кстати, вот, кстати, ты удивишься, как в то время называлась твоя страна? В какое время? Ну, вот 1640-й, да, 1640-й. Как она на этой... Те территории, на которых я сейчас живу, в то время они назывались... Я не знаю, это было, наверное, как монголы. Не, монголы уже давно прошло. Не, уже не было никакой Орды, там никого не было. Там уже была нормальная страна, так как вас знают. Вот, ладно, я тебе подскажу, ты сейчас все поймешь. Почему мы вас называем или обзываем москали? Ты, наверное, думаешь, что... Ты, наверное, думаешь, что мы москалями обзываем только тех, кто из города Москвы. На самом деле нет, мы обзываем всех русских москалями, поскольку это ваше, ну, родное название. Из-за того, что до 1721 года ваша страна называлась Московское царство. И вот вокруг Москвы, вот там был царь в Москве, и вокруг него небольшое царство. Понимаешь? И поэтому до 1721 года, когда Петр I придумал вот эту Российскую империю название. Это все исторические факты, ты можешь проверить, вот, сесть после нашего разговора с тобой и проверить, что это все на самом деле право. Это не потому, что, чтобы тебя... Ты понимаешь, это не для того, чтобы тебя как-то... Да. Я поэтому не спорю, поскольку я не силен в этой теме. Не, ну смотри, ты с одной стороны не силен в истории своей страны, но зато ты силен доказывать, что украинцев нету. Ты же завел этот разговор. А я тебе пытаюсь объяснить, что русских не было абсолютно, что это искусственно создано, и язык, и не было никогда такой страны, как, ну, страны для русских. Понимаешь? Вот не было у русских своей ни республики, ни страны, ни угла. Поскольку это просто набор племен. Вот и все. А украинцы были, можно открыть карту и посмотреть. Ну, хорошо, ладно. Допустим, даже я согласился с этим. А идея это какова? Вот этого вот. Нет, ну ты просто меня спросил. Я же тебе на этот... Какая идея? Это просто исторически. Ты хочешь это принимай, хочешь не принимай. Просто... А, мы начали разговор с того, что ты говоришь, что ты исконно... Исконный русский. Так вот, если ты копнешь... Я исконный русский всех поколений, в которых я знаю, что я русский, да. Это мои... Это мои... Это, наверное... Нет, это, скорее всего, твой... Нет, скорее всего, это твой отец и твой дед. А остальные давно были там, кто угодно, только не русские. Нет, ну мой дед, мой прадед. Вот я знаю эти поколения свои. Ты и прадеда знаешь? Да. Да ладно, как звали прадеда? Прадеда? Ну, я не скажу тебе, не знаю. Не помню. Ну, потому что ты не знаешь него ни кто он, ни что он. Я думаю, что максимум вы русские, это до твоего деда ты можешь знать. Нет, нет. Прадед, прабабка, это русские точно у меня были. Они все местные, как бы с Урала. Слушай, ну что значит с Урала? Кто Урал заселял вообще? Ну, кто осваивал Урала? Ну, кто? Ссыльные украинцы осваивали Урал. Там никого не было. Там либо татары, либо украинцы. Какие русские там? Не, ну почему? Ну, там север, понятно, что там манси, ханты. Значит, осевшие монгольские племена были, да? И пермики. Ну, пермики. Это, опять же, это племя... Осваивали кто украинцы? Когда украинцы, блядь, осваивали Урал? Что ты говоришь такое? Ну, так всю практически Россию осваивали ссыльные украинцы. Тут выселяли их просто селами. Вывозили туда в Сибирь, в Казахстан. Ты знаешь, что Дальний Восток была даже в начале прошлого столетия, так называемая Республика Зелёный Клин. Опять же, можешь почитать. Украинская Республика Зелёный Клин. Из-за того, что там практически Владивосток, он был полностью населён украинцами. Ну, туда Россия нагнала войска, всё это разогнала, поубивала, и на этом Республика закончилась. Но есть исторический такой факт. Это в какие времена было? Это на начало... Сейчас, чтобы не соврать. В общем, 1900-е там годы. Это даже, по-моему, даже это ещё при царе. Я вот сейчас не буду врать. Это надо загуглить. Оно сейчас огляну, потому что самому интересно. Сейчас Зелёный... Кого там? Какие Россия там и сказали? Зелёный Клин. Секунду. Так, Зелёный Клин. Сейчас я тебе скажу. Так. Сейчас, секундочку. Сейчас мы посмотрим. Так, Зелёный Клин. Преамурье даже. Извините, Преамурье. Это около Маньчжурии, где-то там. В общем, было оно создано. Первое поселение, 1905 год, украинцы. И до 1922 года. То есть, ну, фактически почти 15 лет пытались там создавать. Так. А, смотри, на Дальний Восток прибыло украинцев 166 тысяч. Это, представь себе, это 67% от общего количества населения. 67. И других национальностей. Что тебе такое? Ты где-то такое вычитал? Такие 67. Ну, я тебе... Ты знаешь? Потому что в 1904 году, значит, Порт-Артур, русско-японская война. Что-то слышал вообще такую тему, нет? Я тебя не хочу расстраивать. Нет, не слышал. Нет, я слышал, но я тебе не хочу рассказывать. Но то, что... Дело в том, что смотри. Вот у вас есть война, называется Великая Отечественная война. И тебе кажется, что там прям Отечество, это чуть ли не гражданская война у вас, да, была? Раз она отечественная. Ну, это не гражданская, конечно, война была. Ну, так ты привязываешься к названию. Я тебе объясняю. То, что она называется русско-японская, это не значит, что там русские против японцев воевали. Там воевала... Там воевала... Ну, опять же, я тебе говорю, воевала. Кого набирали войско российское? Почему у нас тут называлось Пострыхты в Москве? Это значит, забрали в армию, в русскую вашу. Набирали из племен, из украинцев набирали, из там местных каких-то. То есть русские это сборно. А в 1904 году та территория, которая сейчас называется Украиной, вообще... Кто оттуда кого забирал, скажи мне? Ну, как, так как на тот момент Украина и украинцы были, по сути, оккупированы Российской империей, так же... Это же империя, ты пойми. В нем входили разные народы. И на тот момент они не имели своей страны, соответственно, та территория... Ну, все равно проживали же украинцы. Потому что что отличает украинца от другой национальности? Это наличие этноса, наличие своих песен, наличие своего языка. Кстати, украинский язык, по-моему, на 100 тысяч слов обширнее, чем русский, если ты не знаешь. Так, по данным переписи населения Российской империи... Послушай, по данным переписи населения Российской империи 1897 года из 223 тысяч Приморской области... Так... 33 тысячи указали украинский язык в качестве родного. То есть указали даже родной язык... Из 223 тысяч... 33 тысячи указали свой язык в качестве родного украинского. Скольки? В общем, 15% населения на тот момент. Так... В общем, до... А что такое 33? Ну и что, оно указали? Нет, я же тебе... Подожди, я дальше читаю. С 1883 по 1905 на Дальний Восток переселилось 172 тысячи человек. Из Украины... Ну, на тот момент называлась Малороссийская губерния, переселилось туда 100 тысяч человек. Или 63% переселенцев. Ну... Это не Украина? Нет, так... Ну, Российская... Не Украина была? Такого государства, потому что не было еще? Ну, понятно, что Украина на тот момент не имела государства, поскольку была порабощена Российской империей. Так же, как не имела на тот момент Грузия своего государства, Чечня не имела своего государства. И, ну, потому что это была империя. Так же, как была Римская империя. Ты думаешь, в Римской империи были свои государства? Это было вашего государства, блядь. Вашему государству 100 лет, ёпта, ты сидишь мне рассказывать про ваше великое государство. Подожди, ну, ты, наверное, не слышал про 1918 год, когда была создана Украинская народная республика. Когда освободились, наконец-то, от Российской империи. И, кстати, Кубань входила в этот состав, Крым и все остальное. Но, опять же, Россия ввела свои войска, опять тут была резня, убивали, подавляли эти восстания. И только с помощью трех голодоморов... Что? Это не интересует то, что у вас там было создано в то время. Нет, я просто, смотри, я просто хочу, чтобы ты понял, в этой империи, вот даже после развала этой империи, украинцы все равно сделали Украинскую народную республику. После развала СССР украинцы сделали Украину. У вас, у русских, вообще ничего нет. Вы, ну, я же говорю, бомжи, поскольку, если, когда распадется Российская Федерация, то даже у евреев будет на Дальнем Востоке еврейский автономный округ. Вы проститутка американская, блядь. Российская Федерация распадется. Вас американцы выебут. Вы прибежите обратно в Россию, блядь, просить денег. Своих блядей отсюда к нам на заработки, блядь. Слушай, нет, я не понимаю твою агрессию. Послушай, ну сейчас санкции по факту наложены на Россию. Я не пойму, от чего Украина должна распадаться. Кому они, ваши санкции, пизду нужны, блядь? Нищета вы ебучая. Не, ну смотри, ну... Вы что думаете, ваша, блядь, Америка, которая, блядь, вас там ебет, вы что думаете, она какие-то с нас, блядь, какие-то проблемы создала, что ли, или что? Ну, смотри, знаешь, как СССР распался? Вот тоже кричали, ядерная держава, СССР, мощь, шестая часть суши. Знаешь, как распался? Где вот нету СССР, знаешь, как он развалился? Ты же застал. Тебе возраст, например, насколько мне, да, около сороковника? Да, я не знаю, он распался, ничего. Тебе около сороковника где-то, да? Знаем, как распался СССР. Да, как распался СССР. Да, как распался СССР. СССР сунул свой нос в Афганистан, так как вы сейчас в Украину. Опустили нефть с 30 долларов до 10. И нету СССР. Это вам такую хуйню в голову убивает? В смысле? Ну это факт. Послушайте там, блядь, радио и смотрите телевизор. Послушай, ну это же исторический факт. СССР, солнце, Афганистан и СССР, блядь. Да, сбили самолет, кстати, над пассажирский. Все сходится, вы прямо как по старым стопам идете. И где СССР нет? Вообще Российской Федерации это не до развалившейся СССР. Я считаю, это будет хорошо, когда наконец-то освободятся люди. Чеченцы освободятся, Дагестан от нас. Ваше государство, блядь, оно из рук в руки, как шлюха дешевая, так и переходит. Нет, смотри, у нас хотя бы оно есть. У вас у русских нету даже. Его ебал Советский Союз с Российской Федерацией. Ебало. Вы перемеднулись, думали, вам сейчас доллары дадут, блядь. Ну сейчас у нас доллары нам дают вообще, помощь дают. Да, дают. Дело в том, что, послушай, Россия за все, за все, за Российской Федерацией за все время только манипулировала, да устраивала торговые войны и копейки не дала. А нахуй вы нужны? Скажите, вы... Не, ну ты же кричишь. Американцы нам помогают. Между странами НАТО. Что, что? Между Россией и странами НАТО. Вы так-то больше нахуй не нужны, потому что у вас там нет ни, блядь, образования, ни промышления, ни производства, ничего нет. Чего? Сало, блядь, и горилка. Скажи, пожалуйста, почему тогда производство вертолетных двигателей все это время было в Украине? Какое нахуй производство двигателей? Ваши гнилые заводы, они сгнили нахуй еще в Советском Союзе, блядь. Ты знаешь, что на наших ракетных двигателях сейчас летают ракеты в Европе? Илон Маск сказал, что после его ракет... Послушай, знаешь Илона Маска, это Тесла, ну Тесла автомобили, знаешь такого? Он сказал, что после его ракет лучшие ракеты это ракеты украинского производства. Это тебе твое сказало мне, что ли? Не, ну ты так все говоришь, но... А кому ты веришь тогда? Только Путину? Какие нахуй украинские ракеты? Ты о чем вообще говоришь, блядь? Я тебе говорю... Так, скажи, на каких двигателях вы летаете? Если бы с вами Россия воевала на Донбассе, вам пизда бы пришла за месяц, блядь. Слушай, а что, завелась... Что, Армата уже завелась ваша, которая дымилась на параде, да? Вы уже осмелели, что ли? Кто-то. Я говорю, а танк Армата завелся, что ли? Который дымился на параде, вот этот? Или вы с буксиром будете идти до Киева? Долго с буксиром? Блядь, ну это в любом случае, чем к вашим чубам привязывают железные болтанки, блядь. Чем вы там машетесь? Слушай, я просто тебе... Что-то нихуя вы там своей военной мощи в Донбассе это показать не можете? Я тебе хочу пояснить просто, что... Я тебе просто хочу объяснить, что так же, как с вашими дорогами... То есть по телевизору показывают, что дороги классные, а по весне они сходят вместе со снегом. Точно так же и с вашей армией. На самом деле, ваша армия офигенная только по телевизору. По факту, если разобраться, то это 70-х годов разработки, 18 слоев краски на ней накрашено. Оно все давно устарело и против США, ну вы не затащите. Откуда у тебя такие данные? Да, ну я просто это все знают, ты ж пойми. Кто все? Откуда ты знаешь, скажи? Ну так что, хорошо, назови мне разработку какую-то современную, ракет допустим вашу. Я тебе сейчас могу их штук пять назвать, блядь. Ну хотя, пять не надо, я не запомню, хотя бы одну. Ну, Искандер, например, слышал такое? Ну, Искандер это 70-х годов, модификация просто. Чего это? Модификация 70-х годов разработки. Модификация чего? Ну, новую наклейку налепили Российской Федерации и все, вот тебе все модификации. На что налепили? Хорошо, смотри, Искандеры. Почему не сбили ни одного тамагавка твои Искандеры над Сирией? Вы говорили, смотри, вы все кричали, небо Сирии закрыто. Не дай бог хоть один американский самолет пролетит. Американцы позвонили и сказали, мы, блядь, сейчас будем ебашить сирийскую базу. Он же не один и не полетил. Россияне, забирайте свои жопы оттуда у вас с российской базы. Мы сейчас будем стрелять тамагавками. Стояли ваши Искандеры, блядь, С-400, блядь, с калашами стреляли, не знаю, чем. Ни одного тамагавка вы не сбили. Тамагавка, это разработка... Тамагавка. Тамагавка разработки 70-х годов. Тамагавка больше с того времени не летала и не летает, блядь, тамагавка. Это разработка тоже 70-х годов, если ты не в курсе. И то вы даже эту застаревшую ракету вы не могли сбить. Так о чем ты расскажешь? Ну, какие, какой величие? Тамагавки, блядь, она там перестала летать, блядь, сразу же, блядь. Все стелсы перестали. Послушай, они все цели... А как там включился, блядь... Все цели поразили. Стернер-треумф там включился, блядь. Какие, нахуй, тамагавки, блядь? Да по-ваши сказали, ни одной не сбили. Да потому что их там нету, блядь. Кого нету? Уничтожил аэродром был полностью. Сирийский, со всеми самолетами. Ты как будто бы первый раз вообще... Какой нахуй аэродром? Сирийский аэродром, засада. Ты не слышал, что это полгода назад уже новости? Ну и чё? Ну ничего, я говорю, что ваши искандеры... Послушай, я тебе объясняю. Ваши искандеры, тамагавки... Это так вот, то стрельнуть куда-то в пассажирский самолет медленно летящий. Вот это вы можете сбить малазийский лайнер своим буком. Это да. Стреляет, блядь, в ваши дырявые буки, блядь, 60-х годов. Которые вы успели спиздить. Есть расследование, как он заезжал с Российской Федерации, как он стрелял, в кого он целился, как он поразил. Какое расследование, нахуй? Кем расследовал? Ну, скажи... Не заключение. Вот. О, спасибо, что ты сказал. Скажи, пожалуйста, почему Россия блокирует в ООН, имея право вето, все решения по этому буку? Скажи мне. Ты смотри телевизор поменьше. Тебе там такие сказки рассказывают. Да, причем тут сказки. Я тебе говорю, Россия наложила вето на опубликование и создание трибунала по Боингу. Это с чего ты взял такое? Подскажи мне, с чего ты взял такое? Блин, да ну это новости просто. Это вот забей сейчас в интернете. Блядь, новости по телевизору, смотри по своему хохлядскому. У тебя Порошенко расскажет там. Да при чем тут Порошенко? Это по российским новостям. По российским. Открой лента ру. А кто у вас там? Открой. Подожди. А что у вас пригорает так от Порошенко отношу? Ну а, блядь, а кто у вас там сейчас ебет-то вашу, блядь? Хохляндию-то вашу. Кто там ебет-то? Кто ебет, блядь? Ну не знаю. У нас Порошенко пока нам сделал безвизовый режим, чтобы мы как белые люди, не то что вы ездили в Европу. Да, проституток своих хохлядских будете сейчас безвиз отправлять туда, блядь. Не только в Россию, еще и в Европу. Так а вы хотели своих проституток отправить, да, что ли? Почему с 2000 года, с 2000 года, с 17 лет вы уже ждете безвиз? Путин просил безвизу Европы. Какой она встралась нам? Кто ее ждет, блядь? Ну я не знаю, Путин просил, наверное же ему надо как-то отправлять вас туда на работу. Это вы сейчас, блядь, таджики, у нас таджики работают здесь. Таджики от вас уехали уже. Побойте. Таджики уже не работают у вас. Так вы сейчас в Европе будете, во всей Европе, помойки убирать нахуй и, блядь, носки стирать. Нет, ездят люди на... А бабы ваши, блядь, будут нахуй за 100 баксов проститутками там работать. Это твои влажные мечты. Они раньше у нас работают. Скажи, скажи, пожалуйста, послушай, как ты представляешь себе европейский... Послушай, как ты представляешь себе типовой европейский туалет? Наверное, как у вас типовой в России, две дырки в земле, а вот это вот засранное. Ну, блядь, какая вам хуй разница, в чем мыть? Не, ну вы же великая страна. Дороги сходят со снегом, срёте, блядь, в дырку в земле и сидишь тут мне еще рассказываешь про туалеты, не туалеты. Вы вообще хоть жопу свою находите там лопухом подтереть или так ходите? Ладно, дура, ты начинай с конца уже. Пошла ты нахуй, шлюха, жирная. А, пригорела. Это что, ставим лайк, подписываемся на канал. Пока! Продолжение следует...